Ты... это иллюзия. Это просто сон. Да ладно. Ты же слишком умён, чтобы поверить в это, Макс. Кто ты? И что ты сделала с Андре? Кто я? Когда ночь поглотила Содом и Гаморру, я был там. Я видел, как смертельный газ заполнял траншеи на Ипре. Когда твой отец покидал этот мир, я стоял у его изголовья. Ты смерть? Я ангел смерти, Макс. Я пастырь. Я лодочник. Я охорон, если тебе угодно. Я не убиваю. Я просто провожаю. Но почему Андре? Где он? Андре уже давно мёртв, Макс. Вот так он выглядел бы взрослым, которым ему не суждено было стать. Для завершения своего плана мне нужно было как-то тебя направить. И я немного поиграл с твоим разумом. Я на несколько дней вернул тебе брата и немного изменил твою память. Так вся его взрослая жизнь, обучение в университете, месяц в Мадриде. Всего этого в действительности не было? Да кто дал тебе право? Кто, чёрт бы тебя побрал, дал тебе право? Конечно, тебе это может показаться... Какое бы слово подобрать? Жестоким. Возможно, ты думаешь, что я тебя просто использовал. Возможно, тебе будет приятно узнать, что когда-то я служил высшей цели. Принимал участие в грандиозных и важных событиях. Высшей цели? Ты возвращаешь мне брата, а потом забираешь его снова, будто его никогда и не было. Ты за кого меня принимаешь? За кого ты принимаешь всех нас? Куклы для твоего представления. Куклы? Да, может быть. Но те роли, которые вы играете, Макс, не приносят мне удовольствия. В этом ты ошибаешься. Кроме того, тогда на озере я мог бы забрать и тебя, Макс. То, чем я занимаюсь, не приносит мне совершенно никакого удовольствия. И в этом нет ничего личного. Ты думаешь, что можешь вернуть мне моего брата, а потом... ...убить его во второй раз? Ты... монстр! Ты... Что это? Дверь в палату Макса. Не открывается. Здесь творится что-то неладное. Ну, я не знаю. Говорю вам, он должен быть тихим и спокойным. Может, вы и правы. Доктор, но мы всё равно должны что-то сделать. Хоть что-нибудь. Мы же не можем просто сидеть, сложа руки. Заперто? Очень странно. Персоналу запрещено запирать двери в этой части здания. Наверное, это здесь на случай пожара. И на случай, если дверь заклинет. Зачем мне это делать? Вряд ли доктор будет рад увидеть это. Вы должны узнать, что происходит. Вы должны вмешаться. Ну, я же говорю вам. Успокоительный. Он должен быть спокойным. Не волнуйтесь. Послушайте, Петров. Я же ясно говорю. Дверь заперта. Я знаю, у вас есть ключ. И он мне нужен. Немедленно! Ключ. Конечно, он у меня есть. Вот он. Но это не очень хорошая идея. Нам туда нельзя. Ключ не поворачивается. Почему? Что происходит? Так не пойдет. Нужно найти другой способ. Так что нам делать? Послушайте. Думаю, что лучше не шуметь. Он успокоится, я уверен. Подождем немного, хорошо? Там за углом висит пожарный топор. Надо использовать его. Другого выбора у нас нет. Вы не думаете о последствиях. Там, внутри, находится психически неуравновешенный человек. Этого делать нельзя. Или вы хотите, чтобы ему стало хуже? Нет, надо подождать. Он успокоится. Стойте! Не делайте этого! Вы не знаете, что происходит внутри. Он совершенно потерял рассудок и стал агрессивным. А если он им завладеет? Так что нам делать? Послушайте, думаю, что... Это помогает? Если это поможет тебе справиться с гневом, продолжай. Я подожду. Почему? Я хочу знать. Черт возьми, в чем заключалась эта высшая цель? Зачем все это? Макс, ключ – эти картины. При обычных обстоятельствах никто не должен меня видеть, кроме тех людей, которые при смерти. Последствия могут быть очень неприятными. Одно из них заключается в том, что я иногда появляюсь на картинах умирающих художников. В таких случаях вмешиваются мои последователи и либо уничтожают полотно, либо, если есть время, убеждают художника изменить его. Значит, с помощью новой машины этот убитый ученый Абрамчиков обнаружил бы на картинах твое изображение? Приятно говорить с человеком, который все так быстро понимает. Да, это так, Макс. Именно поэтому их и подменили. Но я вернул картины, и значит, ты проиграл. Все твои усилия оказались напрасны. В конце концов, ты проиграл, бедняга. Люди, люди. Если бы мы просто подменили картины, рано или поздно кто-нибудь заметил бы, что это подделки. И тогда поднялся бы шум. Поэтому мы просто одолжили их на какое-то время. Уверен, что ты не удивишься, узнав, что мы их немного изменили. У нас есть и техническое оборудование. Поверь моему слову, ни один рентгеновский аппарат не сможет обнаружить разницу. Значит, ты с самого начала запланировал все это? Оригиналы вернулись в галерею, и они не могут повредить тебе. И все это благодаря мне. Именно, Макс. Благодаря тебе все снова идет так, как и должно было. Но это еще не все. Братство забыло о своем изначальном предназначении. Дисциплина никуда не годится. Один послушник даже попытался продать украденные полотна и присвоить деньги. Поэтому пришлось провести очищение. Очищение огнем. Очищение? Тот огонь, который я разжег. В нем кто-то погиб? Нет, этого не может быть. Снова людские слабости. Что значит несколько отступников? Кто будет горевать по ним? Но я не мог сделать этого сам и не хотел вводить в скверну своих братьев, приказав сделать это им. Остался только ты. Ты можешь собой гордиться. Я убийца. Твоя забота о чужой безопасности весьма примечательна. Возможно, тебе стоит позаботиться и о своей жизни. В чем дело? У тебя есть странная особенность привлекать неприятности. Если бы не я, Макс, ты уже был бы мертв. Но если бы я умер, это было бы невыгодно для тебя, да? Кто бы тогда стал делать за тебя всю грязную работу? Я все время был рядом, Макс. Это было необходимо. Вот почему я появился в твоей жизни в таком виде. Как хорошо, что ты так понятно объясняешь. Что ты чувствовал, Макс, когда ледяная вода тоннелей Эрмитажа наполнила твои легкие? Когда твое тело обмякло и погрузилось на дно? Разве не удивительно, что они нашли тебя вовремя? Хотя ты вовсе не облегчил их задачу. Понятно. Ты думаешь, что за мою удачу я должен благодарить тебя? Это была чистая случайность. Удача? Случай? Ты в самом деле веришь в это? Ты не закрепил трехметровую лестницу и не разбил себе голову только благодаря дружескому совету. По-твоему, это всего лишь удача? Значит, мне нужно поблагодарить тебя за то, что так хорошо присматриваешь за мной. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Послушал бы себя! Не стоит говорить обо мне. Чьему мнению ты прислушиваешься? Тебя интересует то, что говорят карты? Отлично. Такое знание может не раз тебя выручить. Зачем ты рассказываешь мне все это? Ты же пытаешься сбить меня с толку? Манипулировать мной? Скрыть от меня свое чудовищное обличие? Мне не нужно обелять себя в твоих глазах. Я – это я. Для тебя все просто, да? Ты просто переворачиваешь вверх дном жизни людей. Ты заставляешь их делать то, чего бы они никогда не сделали по собственной воле. А меня ты оставляешь с кровью невинных людей на руках и безумными воспоминаниями? Мерзавец. Да как же мне жить с этим? Похоже, Макс, в твоем вопросе содержится и ответ на него. Макс. 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 Продолжение следует...